И снова здравствуйте! Это снова программа репортера, снова Алексей Коноплев. Сегодня приглашаю вас на дикий концерт в нашем репертуаре «Вечер шансона». Бывший солист группы «Лесоповал» Сергей Дикий приехал в гастролями в Самару. О своем повальном прошлом и сольном настоящем он рассказал в эксклюзивном интервью репортеру. Слушайте и наслаждайтесь! Итак, встречайте сегодня для вас весь вечер легендарь жанра Сергей Дикий! Добрый вечер! Его почти стоя встречают, но в зале ни одного фана. Формат не тот шансон, дело тонкая, музыка для души широкой, но все же закрытой. Для многих так и вообще привет из глотного прошлого, в котором Пете плясать не по понятиям было. Он это как никто понимает на фоне других звезд. Экс-солист группы «Лесоповал» выглядит под стать псевдониму по-настоящему дико и точно знает, где российская эстрада зимует и о чем русскому человеку петь надо. У нас три сидела, часа четвертый охранял. Такая страна. Поэтому практически для всех и каждого, собственно говоря, там находилось что послушать. Ну, как-то так. Ну, скажем так, попадаются необычные слушатели. Есть, попадались слушатели, например, которым было, непонятно почему, которым было по 10-9 лет, они знали все песни. Я не понимаю, что должно было привести ребенка. Зато, как он сам дошел до жизни такой, Сергей помнит. Сначала играл в военном оркестре, потом пел в ресторанах и познакомился с основателем группы «Лесоповал» Михаилом Таничем. Так и допелся до места в самой блатной из известных групп 90-х. Жизнь по-пацански и петь от души его прямо в ней научили. Так Дикий пел аж три года, а после на музыкальную свободу вышел. Стал сольным артистом, но репертуар сохранил. И даже теперь на афишах его имя едва заметно. На них красным по черному написано «Лесоповал» и мелко подмечено. Поет Сергей Дикий. В основном пошлят люди. Поют, сами не знают про что. Лишь бы голос более хрипатый и вся вот эта вот фенечка в песнях, в текстах Танича это практически отсутствует. Там история человека. Так в жизни посчастливилось и мне, и всем тем, кто работал. Потому что работал именно в прошедшем времени в «Лесоповале». Потому что сейчас работают люди, которые к нему не имели. Они уже его не застали. Всех, кто на его концерт не успел, Сергей успокаивает. Самары у него особые отношения. И если не в этот раз, то в следующий слушатель его обязательно встретит. Но вовсе не обязательно на сцене. Когда начинался в Москве дождь и летел в Самару. Там было семь минут до Внукова. И, соответственно, час десять лета. Покупал билет на месте и улетал. И, соответственно, все это в оперативном порядке. Через два дня, три дня, четыре дня, как получалось, я, собственно говоря, улетал обратно. Вот. То есть это просто говорит о том, что этот город не близок. Причем очень давно уже. В Самаре дикий концерт сорвал аншлаг. Но мест для особенной публики все равно не хватило. Сергей Дикий уже при жизни почти легенда. А теперь еще и известный экспериментатор. Звезда шансона не стесняясь перепевает со сцены звезд эстрадных. Надеется так. Свой специфический жанр сделался популярным. И еще раз просит, пока далеких от него слушателей от сумы тюрьмы и шансона не зарекаться. И на этом я прощаюсь с вами. Увидимся уже в понедельник. Отдыхайте с умом и с песней. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok